Система обязательного социального медицинского страхования стартует в Казахстане с 1 июля 2017 года. Основана она на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Правда, самим гражданам необходимо определиться со своим статусом. Взносы в фонд страхования будут вносить к государствам работодатели, работники и самозанятые или индивидуальные предприниматели. Взносы работников с 2019 года составят 1%, с 2020 – 2%, отчисления работодателей в фонд медстрахования за каждого работника составят с 2017 года 1%, с 2018 года 1,5%, с 2020 – 2% и с 2022 года 3%. За целую категорию граждан, которые не могут осуществлять трудовую деятельность, взносы будет осуществлять государство. А как же быть с теми, кто был участником системы медстрахования, но по той или иной причине пополнил ряды безработных? Оказалось, в этом случае они также будут получать медицинскую помощь бесплатно. Правда, недолго. В течение трех месяцев государство еще гарантирует ему оказывать бесплатную медицинскую помощь, но потом надо будет платить. Как обещают разработчики, уже с 2018 года качество медицинских услуг должно повыситься. Более того, у пациентов появится возможность свободного выбора врача и клиники, даже среди частных медучреждений. Правда, с выбором чиновники от медицины просят быть поосторожнее. Конечно, выбор клиники всегда остается за пациентом, но согласитесь, лучше, если она будет недалеко от вашего дома. Ведь вам, возможно, понадобится вызвать врача на дом. Возможно, потребуется дневной стационар, или ваше состояние не позволит вам приходить в больницу. А в этом случае есть возможность, чтобы медсестра приходила к вам на дом и делала уколы и капельницы. Поэтому не стоит гнаться за поликлиникой в другой конец города. Обещают, что и перечень медпрепаратов, выделявшихся в рамках государственного объема медицинской помощи, будет значительно расширен. Так или иначе, пока есть еще немало вопросов, касающихся социального медицинского страхования. А чтобы жители Южно-Казахстанской области могли получить консультации по этой теме, в области создан специальный штаб. Кроме того, создан колл-центр. Позвонив по номеру 54 50 75, вы можете задать свои вопросы специалистам.